Вечерлайв с нашими гостями Вечерлайв с нашими гостями Вечерлайв с нашими гостями Они готовы проголосовать 48,4% И за Порошенко всего 17% Можно ли, Александр, считать это победой Зеленского? По сути, предрешенная ситуация уже По сути говоря, да Сейчас практически все эксперты сходятся на том Что победа Зеленского Она уже предрешена И помешать это могут Но только какие-то совершенно уже такие манипулятивные технологии, которые... Типа военного положения очередного. Да, причем тут уже даже не поможет ни админресурс, ни использование возможностей, которые Порошенко имеет в избирательных комиссиях. Все это уже в прошлом. Вот тот максимум, который он получил, это был первый тур. И так у него были все стартовые позиции для того, чтобы, скажем, выжить из ситуации все возможное. Вот это его был максимум. Сейчас таких возможностей нет. В общем-то все индикаторы говорят, все показатели о том, что шансов у Порошенко практически легальных не остается. Нелегальные, конечно же, мы обсуждать сейчас. Если и будем, то это уже будут чистые спекуляции. Ну, все-таки нынешний президент Украины, он всеми силами пытается наработать баллы для второго тура после провала на первом туре. Максимилиан, в принципе, хотелось бы разобраться, чем вызвано его, по сути, поражение. Если брать во внимание первый тур, ну и нынешние его цифры, о которых говорят. Он строил свою кампанию на черном пиаре. Он не о своих достижениях говорил, а в большей степени пытался обнажить недостатки своего оппонента, ну и в целом своих оппонентов. В этом причина? На мой взгляд, наверное, если так задуматься, то те выборы, которые сейчас идут на Украине, это первый, по большому счету, в современной истории пример выборов, когда два кандидата являются симулякрами. В чистом виде. То есть это столкновение двух симулякров. Симулякр — это имитация несуществующего. То есть попытка создать, так сказать, некий образ, которого нет в реальном мире. То есть тот же самый Узелянского и Голобородько — это чистый симуляк. То есть люди голосуют, так сказать, за кандидата, которого нет в природе. С Порошенко немножко другая ситуация. Попытка, так сказать, игнорируя реальность, представить себя в виде некоего, так сказать, идеального образа. Но реальность есть. И это столкновение с реальностью, оно как раз и привело к тому результату, который получил действующий президент. Действительно, позиция положения Порошенко неоднозначна. А может, наоборот, уже вполне очевидна. Но поинтересуемся мнением Вадима Колесниченко, депутата Верховной Рады Украины 5-7 созывов, председателя Президиума Международного Совета Российских Соотечественников. Он сейчас с нами на связи по скайпу. Вадим, здравствуйте. Добрый вечер. За прошедшие 7 дней заявление об отставке по собственному желанию написал замглавы администрации Украины Валерий Кондратюк. Военный прокурор Анатолий Матиас, по слухам, покинул страну в неизвестном направлении. Это далеко не единичный случай. Можно ли говорить о том, что крысы бегут с корабля, предчувствуя скорое крушение? Это добрая традиция украинской политики вовремя предавать своего патрона. Но вовремя предать это не значит предать. Это значит вовремя сориентироваться. Да, крысы бегут. Это вполне очевидно. И мы должны понимать, к сожалению, я согласен со студией, что это два симулятора. На самом деле Украина ничего нового не получит. К сожалению, жители Донбасса ничего нового не получат. Проект «Антироссия» будет развиваться именно в том направлении, куда его заточили в Соединенные Штаты Америки. Это очень трагично и очень печально. И нас это очень серьезно беспокоит. Потому что там находится, ну как минимум, до 7 миллионов этнических русских. Не говоря уже о большом количестве русскоязычного населения. У нас тысяча километров общей границы. И нас это будет беспокоить. Потому что, да, и тот, и другой это марионетки. И все зависит от того, как Вашингтон будет рулить этой ситуацией. И чем сложнее у нас будет взаимоотношение между Россией и США, тем напряженнее ситуация будет на территории Украины. Проект «Антироссия» еще не выполнил свою задачу. США заплатили огромные деньги, чтобы создать эту колонию. И, увы, надо понимать, что он еще не сработал до конца. Это тревожно и это опасно. Мы должны это понимать. Вадим, но тем не менее Зеленский позиционирует себя как некого объединителя украинского народа, где он пытается отказаться от каких-то преференций для националистов, которые порядка уже пяти лет находятся у власти, несмотря на то, что их поддерживает всего один процент населения, как показывают данные опросов. То есть, получается, даже если к власти придет некий вот этот объединитель, в любом случае диалога с Россией как такового не будет. Ну, во-первых, давайте начнем с того, кто такой Зеленский. Голосовали ли они за Зеленского? Голосовали люди за Голобородько? Это раз. И второе – это протестное голосование против ныне действующей власти, и не столько власти, сколько тяжелейших условий жизни. Голобородько – виртуальный герой. И та программа, которую он излагал в своих кинофильмах, да, она людям интересна. Люди за это голосовали, но они этого не получат. И самое интересное – я со многими людьми с Украины общаюсь, они говорят, да, мы понимаем. Но мы пытаемся хоть таким образом избавиться от того ада, в котором мы находимся. И на самом деле, вот в чем вся трагедия ситуации. Людям предложили пустышку, им предложили борьбу на наиских мальчиков. А ситуация-то не меняется. Денег нет. Промышленность разрушена. И Зеленский, поддерживая военную операцию, давая деньги, и высказывавшись конкретно, кто такие жители Донбасса, он свою позицию личную не поменял. Сейчас пытается лакировочным способом, ведь понимаете, проблема войны Порошенко и Зеленского – это борьба двух элит в США. А одни с другими борются, те, которые ушли, и те, которые пришли. Европейцам нужна стабильная ситуация на Украине по одной простой причине. У них выборы в Европарламент, и нужно доказать своим избирателям, что они очень правильно поддерживали бандитов. Потому что для всех очевидно, что произошел государственный переворот, и убийцы находятся у руля. Не сможет Зеленский ничего сделать, и он не будет делать. Потому что все согласны. Украина управляет меньшинством, но агрессивное и вооруженное. Актив, который мог сопротивляться, он либо в тюрьмах, либо его уже нет. Вот в чем вся беда. Люди будут тихо и спокойно дальше нести на себе эту тяжесть, эту проблему. Впрочем, как было всегда. Вадим, я благодарю вас за комментарий, за то, что разъяснили ситуацию, и вам успехов. Господа, действительно, это показатель того, что когда какая-то яркая, красивая обложка в виде Зеленского, которого люди полюбили, просто как героя, отображающего все их чаяния, может сыграть решающую роль и в реальной жизни. Действительно, человека, не имеющего отношения к политике, шоумена в какой-то момент выберут президентом страны. Но, Максим, сложно себе представить, что должно случиться для того, чтобы избиратели изменили свою позицию по Зеленскому сейчас, чтобы его рейтинг упал. Слишком мало времени осталось до выборов, слишком понятна позиция по Порошенко. Другое дело, что будет дальше. А кого будет Зеленский назначать на ключевые посты? Кто сядет в министерские кресла? Кто войдет в его команду? А здесь мы уже видим некоторые наметки, те лица, которые появились. Например, известный на Украине в последние годы бывший министр финансов Данилюк, которого где-то год или полтора назад сняли с трудом с должности. Он известен своими связями с МВФ в отношении кредитов. То есть люди, которые в действующей, по сути, обойме власти, пришедшей в 2014 году, они будут стараться занять теплые места в новой администрации. Причем это будут люди и из Народного фронта, и из блока Порошенко. Естественно, в стране не останутся и те отдельные политики, хотя их будет гораздо меньше, которые лишились власти в результате событий февраля 2014 года. В основном это будет из действующей политической элиты. Вопрос, что они смогут сделать, Александр. Ведь Украина – это полупрезидентская республика, в которой, в принципе, кабинет министров практически полностью формируется парламентом. На данный момент блок Петра Порошенко является правящей партией на Украине. И до следующих выборов в парламент, в октябре, если я не ошибаюсь, они будут. По сути, будет в стране двоевластие. Совершенно верно. И, по сути, ничего Зеленский и его команда решить не смогут. Совершенно верно. Вот вы сейчас, как мне кажется, сакцентировали внимание на самом важном в данном смысле. То, что Зеленский, независимо от того, какие у него там благие пожелания для Украины, он будет очень слабый президент. Выборы, ну, они блестящие с точки зрения технологичности, его избирательная кампания. То есть, она должна просто изучаться, как некий такой вот пример правильного, грамотного раскрутки. Но изначально это был коммерческий проект, не нацеленный на какие-то достижения политических целей. Вот вынесла его таким образом волна. Ну, можно вспомнить, как выбирали котов-мэров в Штатах, по-моему, на Аляске, в Висконсине, в небольших городках. Ну, здесь примерно такого же карта выбрали. А вот «Слуга народа» этот проект, он был заранее спланирован? Или вот так просто совпало? Безусловно, он был спланирован заранее. То есть, естественно, это некая картинка, по которому воспринимается уже Зеленский президент. То есть, навязали некий шаблон? Ну, конечно, конечно. То есть, это технологические вещи. Но решаться, вот второй тур президентских выборов, можно так вот, если какими-то красивыми словами говорить, это первый тур парламентских выборов. То есть, сейчас будет предстоящее лето, начало осени. Это коалиционные союзы, попытка сбиваться в какие-то более-менее устойчивые или неустойчивые, но тем не менее, коалиции, которые будут выходить уже на парламентские выборы. И именно парламентские выборы, они смогут вырисовать ту конфигурацию власти, которая потом сложится на Украине. Сам по себе Зеленский очень слабый президент. Тем не менее, вначале нужно пережить еще президентские выборы, не нам, а именно Украине. И сейчас у нас на связи по скайпу Александр Васильев, политэмигрант, редактор издания Украина.ру. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Зеленского поддержали юг, восток, кроме Донбасса, и практически весь центр. Ваша родная Одесса тоже поддержала Зеленского. Почему именно такая география? Ну, тут можно сказать, что Зеленский получил большинство голосов практически по всей территории страны, за исключением двух макролегионов. С одной стороны Галичины и с другой стороны тех кусков Донбасса, которые находятся под властью Украины. Вот. Вся остальная Украина голосовала за Зеленского. И здесь, конечно же, я думаю, что главная причина в том, что это голосование носило откровенно протестный характер. Дело в том, что кандидаты от оппозиции шли несколькими колоннами, там Бойко набрал больше всех. Но, тем не менее, у избирателя, на которого он ориентировался, он не сумел сформировать уверенности в том, что он сможет выйти во второй тур, сможет, наконец, убрать эту власть. Вот. Поэтому голоса на юге отошли к Зеленскому. Вот. Тем более, на юге находятся две области, Запорожская и Днепропетровская, которые рассматривают его вообще как своего кандидата, как земляка. И они дали наилучший результат за Зеленского. Вот. В принципе, этот протест, он против нынешней власти, в принципе, объединил большинство граждан. И вот за этой, так сказать, за этим неприятием курса Порошенко уже дальше скрываются детали. Да. Где-то его не любят за армию, мову, виру. Где-то его не любят за бедность. Где-то его не любят, так сказать, за ложь. И так далее, и так далее. Вот. Уже дальше можно эти различия искать. Но я хочу сказать, что вот это вот единство такое, да, все залито, вся карта залито зеленым цветом, она нас не должно смущать, не должно вводить в заблуждение, потому что, повторюсь, это голосование не за, а против, да. То есть это такой единый порыв. А вот если мы вот этот вот, так сказать, флер зеленый уберем, да, и мы посмотрим на кандидатов, которые заняли там вторые места в своих, так сказать, ну, по избирательным участкам и по округам, то мы увидим старое доброе отделение Украины на три части, на Новороссию, Малороссию и Галичину, вот, которое сохраняется никуда не деваясь, несмотря на то, что многие эксперты считали, что после 2014 года это уже не актуально. Нет, на самом деле все это присутствует. Александр, благодарю вас за комментарий, вам успехов. Господа, ну, действительно, вполне очевидно, и, наверное, Александр был прав касательно того, что этот зеленый цвет, наверное, показатель не поддержки в первую очередь, а желания избавиться от ставшего уже ненавистным президента нынешнего, который, по сути, не выполнил ни одного своего обещания. Но, тем не менее, в первую очередь это поняла команда Порошенко. Максимилиан, вот мы говорили о том, что некоторые грызуны уже покидают судно. Кто побежит от Порошенко после очередных разоблачений? Что сейчас происходит в команде действующего президента? Сейчас под тем сигналом, который мы видим посредством массовой информации, действительно, так сказать, призадумались все губернаторы, призадумались силовые структуры, повторяется традиционная ситуация, так сказать, перед, всегда перед такими кардинальными сменами правящих команд, так сказать, выходят из строя, в кавычках, как говорится, силовики, и перестает действовать местная власть, действовать с нужным центром результатом. В общем-то, премьер Одессы здесь уже снятого губернатора Степанова, классический, так сказать, вариант, который показывает и, в общем-то, дает сигнал местным элитам, что, так сказать, пора. Что, собственно, все. Пора, да. Александр, а что ждет Порошенко? Да, у нас есть пример предыдущего президента Украины Януковича, который был вынужден бежать. А что произойдет с Порошенко? Вряд ли ему оставят там клочочек земли, где он сможет спокойно доживать свои годы. Скорее всего, вы правы, тем более, что если посмотреть на предвыборную программу Зеленского, то там было только два пункта таких вот железобетонных, которые можно выполнить. Это посадить Порошенко и перейти к парламентской форме правления на Украине. Поэтому, ну, как бы в отсутствии остальных сколько-нибудь значимых шагов, которые может предпринять Зеленский, даже если он захочет. Потому что все остальное это просто благие пожелания. Вот хорошо бы сделать Украину такой вот цветущей страной. Подадим заявку в Евросоюз. У каждого будет легко получаемый загранпаспорт. Ну, вот то, что у него содержится в программе. Так вот, реальных вещей, которые он может реализовать, там только две. Это перейти к парламентской республике. То есть тогда у нас парламентские выборы, они становятся решающими. И посадить Порошенко. Поэтому Порошенко, ну да, надо будет как-то вот о своем будущем задуматься. Господа, ну я хочу сказать, что вот за всеми этими избирательными перипетиями многие ведомства забыли о несчастных узниках, героях Украины. Я сейчас говорю о Надежде Савченко, которой все-таки удалось выйти на свободу из СИЗО. Ее обвиняют в попытке государственного переворота. Напомню, и попытки убить, нейтрализовать всю политическую элиту Украины. Украины в свое время ее освободили из СИЗО. Вот в президентской гонке на сегодня Савченко поддерживает Зеленского. А как может сложиться ее дальнейшая судьба, Максимилия? Ну она наверняка, так сказать, судя по всему, будет баллотироваться в парламент нового созыва. Насколько известно, она уже об этом объявила официально, так сказать, от партии своего имени. Другое дело, сколько она получит при тех раскладах, которые сложатся через полгода, это пока что, так сказать, труднопрогнозируемо. А вот в отношении, так сказать, других политзаключенных, фактически, которые находятся, так сказать, сегодня за решеткой на Украине, так сказать, тут есть определенные надежды, так сказать, что, по крайней мере, наиболее такие, ну, так сказать... Но, тем не менее, они продолжают находиться за решеткой Александра Савченко, каким-то образом вышла на свободу. Вот в этом случае, действительно, они в попыхах, в пылу политических дебатов забыли о ней? Или это хитрый ход Порошенко? Все-таки он продолжает находиться у власти и мог бы применить... Да нет, разумеется, это уже никакие нехитрые ходы, потому что до выборов остается буквально, ну что, 3-4 дня, и изменить как-то этот хитрый ход ничего не в состоянии. Здесь, скорее, да, естественно, есть политическая подоплека за этим шагом, то, что суд, он попросту пытается уйти от ответственности, обезопасить себя накануне выборов, когда дальше пойдет просто поиск виновных, раздача всего и вся. Не случайно тут и Луценко говорит, то, что все равно дело остается в возбужденном отношении с Савченко, но ему просто терять нечего, потому что он в случае поражения Порошенко, ему уже просто не уцелеть. А то, что Савченко, это, можно сказать, такой вот в данном случае, это успех Тимошенко. Хотя она вроде бы как сошла со сцены так, не стала настаивать на том, что были фальсификации, они все-таки были, и, скорее всего, Тимошенко, она бы и вышла во второй тур, если бы проводилась честно. То есть за ее счет Порошенко вышел во второй тур, но она предпочла сосредоточиться на следующем этапе. И сейчас она ведет себя достаточно технично, вот можно вспомнить письмо, которое... Зеленского говорит, мол, да, вероятно, будет президентом он. Да, 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 но она встает как бы над схваткой. Она антистанцируется, да, немножко. Если вы вспомните, вот, допустим, когда там были такие стычки и пикировки между Зеленским и Порошенко, она выступила, обратилась к одному, то, что зачем вы унижаете и статус президентства, и, в общем-то, пожилой человек, больной и так далее. Вроде как она хочет показать себя над ситуацией, мудрая женщина, да? Да, не просто мудрая женщина, а некий такой объединяющий, консолидирующий лидер. Это задел на будущее? Это задел на будущее, безусловно. Но, с другой стороны, многие более-таки активные в плане своих высказываний политики, типа Порубий, да, уже сделали несколько таких громких достаточно выпадов. И можно ли говорить о том, что в случае по итогам выборов будут какие-то ситуации, которые могут привести к массовым беспорядкам, к открытым конфликтам, учитывая вот этот фактор националистических организаций? Ну, интерес Порубия в том, чтобы дожить оставшиеся полгода на посту спикера украинского парламента. С ним, в общем-то, все ясно. Политических перспектив у него вряд ли какие-то вообще, так сказать, существуют. А вот в отношении возможных каких-то эксцессов, в принципе, так сказать, конечно, зарекаться от чего-то нельзя в данной ситуации. И слухи разные ходят, в том числе и в Киеве, и в том числе, например, сегодня, так сказать, пущено очередной слух, что в Киев зашло несколько отрядов спецназовцев, там по 300 человек. Ну, господи, и покушение на Зеленского уже было. Завел, да, и тому подобное. То есть в этой такой атмосфере мутной воды, так сказать, подобных слухов еще будет немало. Да, так сказать, но в принципе, я думаю, что вряд ли с точки зрения зависимости нынешней властной команды от Запада, так сказать, они рискнут на какие-то серьезные, так сказать, дестабилизирующие правоохранительные вещи. Я бы хотел вот ваше мнение, наверное, по своему последнему вопросу. Отчасти его уже осветил Вадим Колесниченко. Ну, вот в случае победы с Зеленского, да, есть хоть небольшая вероятность того, что Украина будет готова возобновить конструктивный диалог с Россией? Или все-таки вот серые кардиналы, которые финансируют Зеленского, да, наверное, обоих кандидатов не дадут этого сделать? Чего ждать России и, в частности, Крыму? Практически сохранение того, что и было до сих пор. Будет небольшая нюансировка, но, естественно, Зеленский не признает, потери Крыма. Естественно, Зеленский не признает Донбасс, в том числе и как участник переговоров мирных. В этом смысле, опять же, повторюсь, он фигура несамостоятельная. И, скажем, вот если мы перечисляем там националистические структуры, то они ведь не поддерживают Порошенко. И, в общем-то, висели домокловым мечом над ним все время. Точно так же они будут висеть домокловым мечом и над Зеленским. Независимо от его каких-то благих пожеланий или, наоборот, злобных. Дело в том, что сейчас на Украине сложился такой русофобский фон, который перебороть очень сложно. Складывался он в течение последних пяти лет. А исправляться с ситуацией и домоментно она не сможет. Поэтому рассчитывать на то, что придет новый президент, и будет какое-то потепление, нет, этого не будет. Максим, вы как считаете? Больше того, по сути, Зеленский более удобен как объект политических манипуляций для Запада. То есть он не олигарх в этом плане. У него нет прочных корней в политической и экономической системе Украины. И на него легче в этом плане воздействовать. То есть актер, которого наняли? Да, условно говоря. Плюс на нем нет того негатива, который есть на Порошенко. Господа, ну что ж, поживем-увидим. Фраза, которая, наверное, актуальна во все времена. Вот здесь действительно мы поживем-увидим. Я благодарю вас за комментарий и за аналитику. Зрители, благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова